Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр, канал Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, как мы проходим жизненные уроки. Каждый из нас это делает в процессе жизни, то есть у нас происходит такой процесс трансформации за счет переосознавания. Что такое жизненный урок? Это когда мы проходим через какие-то эпизоды жизни и потом делаем вывод, то есть почему так произошло, или, скажем, как это повлияло на нас, то есть пересматриваем свое отношение к жизни. И таких уроков может быть достаточно много, то есть они происходят с нами ежедневно. Вот в прошлом видео мы говорили о знаках судьбы. Вот каждый такой знак, он может привести к жизненному уроку. То есть жизненный урок это когда мы, получается, понимаем что-то, да, то есть учли этот знак, прошли через него и понимаем, что вот в нас что-то изменилось в нашем отношении к жизни. И получается, когда происходят эти изменения, мы начинаем жить иначе, то есть это как трансформация, как озарение. И когда я провожу процесс этот человек, то мы эти жизненные уроки ускоряем, да, то есть ускоряем этот процесс трансформации. То есть можно просто жить, наблюдать, что происходит, да, то есть как-то трансформироваться, делать выводы. А можно этот процесс ускорить, то есть, да, такой ускоренный метод трансформации, да, То есть мы наблюдаем, что происходит, как это происходит и, соответственно, делаем какие-то определенные выводы. То есть мы, например, прошли через жизненный урок, там, например, ушел от вас любимый человек. То есть можно расстраиваться, злиться, эмоционально как-то, скажем, воздействовать на себя или на другого. А можно понять, почему это произошло, то есть какую ответственность ты взял за этот поступок, то есть как ты повлиял на это. Или, например, произошла какая-то там неприятная ситуация, потерял деньги или заболел. То есть можно, опять же, пенять на судьбу, на злой урок, злиться, что кто-то виноват. А можно понять, как ты в этом поучаствовал, то есть какова твоя ответственность за это. И таким образом, когда человек берет на себя ответственность, его состояние выправляется. То есть он начинает более гармонично и правильно относиться к жизни. И вот, по сути, таких уроков в жизни у человека большое количество. Некоторые уроки не очень приятные, человеку сложно их пройти, пережить. Когда происходит неприятный инцидент, человек часто, ну скажем так, замыкается в себе, то есть у него наступают какие-то эмоциональные потрясения. То есть самое важное, что это записывается все в уме, то есть вот эти вот негативные состояния. Получается, потом при наступлении каких-то сходных состояний, да, то есть когда что-то напоминает, например, у человека произошла потеря, да, то есть и это повлияло сильно на него, на его жизнь. Вот, если наступают какие-то сходные обстоятельства, да, например, похожий человек, да, или, например, ну скажем, какие-то вещи, которые напоминают ему об этом случае, да, то есть и у него проявляется это снова и снова. То есть вот это состояние потери у него проявляется, и он начинает переживать, то есть у него появляется такое ощущение, как бы, что он не может с этим справиться, горе, чувство вины и тому подобное. Вот, и соответственно, чем больше таких вот потерь, неприятных эпизодов накапливаются человеком, тем сложнее ему. Получается, чтобы правильно пройти через жизненный урок, важно присутствовать здесь и сейчас, то есть воспринимать все с удобством. То есть быть лицом к лицу с этим, и чтобы не было каких-то негативных переживаний. Вот, и, конечно же, часто человеку сложно быть вот лицом к лицу с негативными моментами, хочется уклониться, как-то подавить, обесценить это. И, соответственно, человек, ну, как бы, не может с этим справиться, то есть его состояние ухудшается. Вот, я же помогаю человеку выйти из этого состояния депрессии, состояния дискомфорта и вернуться в настоящий момент, потому что именно здесь и сейчас человек может воспринимать мир таким, какой он есть. И если мы чувствуем, что что-то не так, какой-то дисгармонию, беспокойство, да, то постепенно возвращаем единицы внимания в настоящее время. Вот, чем больше единиц внимания в настоящее время, тем легче нам справляться, ну, с окружающей действительностью, воспринимать ее такой, как есть. Поэтому каждый человек – это духовное существо, наполненное сознанием. И если мы начинаем впадать в бессознательность, начинаем драматизировать, как-то ухудшать наше состояние, перекладывать ответственность на судьбу и обстоятельства, вот, то мы приходим в состояние дисгармонии. И в этом состоянии уже ни один урок не будет освоен. То есть усваиваемость уроков – это именно состояние спокойствия здесь и сейчас. В этом состоянии что бы ни произошло, пусть даже там самое плохое вы можете представить, кто-то там нападает на вас, причиняет боль, убивает, все – это можно пройти и осознанно справиться с этим. На самом деле нет вещей, с которыми невозможно справиться, как бы нам не считали мы, что что-то есть такое. То есть с любой ситуацией можно воспринять ее и справиться, то есть имеется в виду не подавляться, а присутствовать и продолжать это делать, пока это ситуация в вашей жизни. Когда наступает принятие, вот, в самой безысходной ситуации, да, то есть принимаете, окей, да, так и есть, я это принимаю. И когда наступило принятие, то вы можете уже, это уходит с вашей жизни. Почему? Потому что, когда наступает принятие, то вам больше не надо с этим как-то, ну, ссориться, справляться, что-то, как-то, ну, ухудшать свое состояние. Это само по себе уходит. Поэтому самый важный момент, то есть то, с чего мы начинаем, это принятие. Вот, в принятии каждый человек может исцелиться. Поэтому, когда я помогаю человеку, да, то есть я привожу его в такое состояние, когда он может принимать и любить себя и свою жизнь такой, какая она есть. В этом состоянии принятия ему, он может гармонично взаимодействовать, и все, скажем так, жизненные ситуации, которые с ним происходят, воспринимается им с удобством, легко, комфортно, то есть он воспринимает их лицом к лицу. Вот, давайте сделаем практику, посмотрим, как это работает, вот, как можно справляться с уроками жизни. Вот, сядьте или лягте в удобном месте, закройте глаза и создайте пространство для сессии. Почувствуйте себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве. Ощутите это пространство максимально глубоко, наполните его любовью, радостью, счастьем. Вот, и когда вы почувствуете это максимально пространство, то ощутите в этом пространстве, да, какие вот у вас были в ближайшее время, возможно, жизненные уроки, что происходило с вами, да, то есть какие были такие ситуации, которые отразились на вашей жизни. Вот, и тогда, когда вы почувствовали, выберите одну из этих ситуаций и прокрутите ее, да, то есть перепроживите ее один, два, три раза. Вот, сколько необходимо, почувствуйте, как эта ситуация повлияла на вашу жизнь. То есть что произошло и каким образом она отразилась на вашей жизни. Какие выводы вы сделали, какие суждения приняли в этой ситуации. То есть вот максимально подробно ее просмотрите и прочувствуйте, то есть так, чтобы эта ситуация, ну, скажем так, перепрожили, чтобы вы ее перепрожили в себе и сделали новое понимание об этой ситуации, да, то есть чтобы у вас появилось новое понимание о ней. Вот, и когда оно появится, то это, возможно, как раз и будет как новое осознание, озарение, и вы почувствуете, как это повлияло на вашу жизнь. То есть это может быть понимание, что вот действительно эта ситуация, вы отстранились там в какой-то момент и не хотели ее принимать, а тут вы приняли ее, и теперь вы можете жить с этим, да, и, то есть вы можете это реализовывать в своей жизни, да, то есть мы, соответственно, когда у вас наступает принятие, это исчезает. То есть вот такой закон вселенный, то есть достаточно принятия, чтобы что-то исчезло. И тогда эти вот жизненные уроки перестают повторяться, да, то есть когда одно и то же, вот, а вы входите в какое-то новое состояние, соответственно, могут быть новые уроки, да, новые какие-то испытания, но в целом это будет уже другое, то есть вы уже перейдете на новый этап жизни. Вот. Таким образом вы можете переходить с этапа на этап и двигаться дальше. В процессинге мы ускоряем этот процесс, да, эволюции, то есть, например, человек эволюционно двигается с какой-то скоростью, но если он хочет ускорить этот эволюционный процесс, то важно, чтобы он был осознан в этом, да, то есть чтобы он двигался открыто вперед. И когда он двигается открыто вперед, соответственно, процессы начинают идти по-новому, то есть начинается какое-то новое понимание жизни, и он чувствует, что теперь он уже, ну, как бы, первый двигается в другом темпе, более ускоренном, во-вторых, его, ну, как бы, ситуации, они не повторяются, а приходят новые, да, возможно, они будут даже более сложными, но вы будете чувствовать духовный рост. То есть вот это духовное достижение, это и есть то, что, ну, по сути, ради чего мы здесь играем в эту игру под названием «Жизнь». То есть это переосознавание, новый опыт и новые понимания жизни. Вот, давайте на этом мы завершим сессию. И дайте ей перетечь вашу жизнь, чтобы вы могли легко принимать новый опыт, и чтобы у вас наступало принятие, да, то есть как только что-то происходит, вы могли быть лицом к лицам с этим и воспринимать это с удобством. Вот, и вы можете эту практику повторять, когда вам захочется, можно делать ее ежедневно. Вот, если какие-то остались вопросы по практике, то можете написать мне в личные сообщения, они будут в описании к этому видео. Вот, также, если это видео вам понравилось, ставьте отметку «Нравится» в колокольчик, включайте для напоминания о новых видео, подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали, и, конечно же, добавляйтесь, друзья, в соцсетях, буду рад общению с вами, поделитесь этим видео с вашими друзьями. В описании две моих книги «Мир и вечное познание» и «Полное исцеление». Читайте их, применяйте в своей жизни, и если тоже будут какие-то вопросы, то пишите, спрашивайте, пишите ваши отзывы. Сейчас на экране появится парочка видео, это «Как изменить судьбу» и «Как справиться с негативным зарядом». Там более подробнее о процессинге счастья и о том, как он работает. Также подписка на мой канал и мой сайт Академии Счастья. Напомню, меня зовут Шевченко Александр, я основатель Академии Счастья. Я желаю вам гармонии, радости, счастья. Мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. До скорой встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok